язык вампая значит это вот плато баркли вот она на карте то есть это север австралии но где в основном языки и сохранились но довольно далеко от вальбири на самом деле и это другая семья считается миндийская семья языков язык естественно умирает но 2006 году 88 человек говорящих было в 1981 году 12 говорящих и даже считали что вымер но сейчас что-то там восстанавливается на чек 50 указывает что говорят 2016 году 61 человек указал что знает язык вампая ну естественно никаких усилий по возрождению сами там выживают более-менее в альбире там что-то возрождается нифига нет в википедии не в одном варианте даже в английском поэтому я использую грамматику языка вампая рашеля нордлингера я ее описание напишу как это все называется где он говорит что все эти значит белые захватили все земли этих аборигенов в предисловии уже с грамматики именно вот эти пастухи белые уже где-то сто лет как все земли аборигена захвачена естественно поэтому язык и умер невозможно выживать путем охоты или собирания пищи в таких условиях когда все земли основные захвачены в пустыне естественно много пищи не заберешь они были раньше охотниками собирателями поэтому в основном значит они нанимаются к белым допустим в там в конюшне там говно убирать батраки короче в основном они работают на фермах этих белых которые захватили землю в качестве таких батраков работников женщины работают типа там служанками и так далее поварихами видимо так что вот они потеряли свою землю и стали рабами белых такая история язык они практически утратили и всем пофигу никто как говорится но body cares всем похуй короче что они там что там с ними говорят 50 человек знает язык да это это их личное таскать мнение это они указали в переписи что они знают язык может и не знают ну вот зафиксировала как это самая рашель нордлингер своих лужанок записывала значит согласные вот они но как мы видим между прочим он далеко от языка в альбире походит достаточно система согласных на в альбире здесь допустим много латеральных трилатеральных потом три тоже звука ра два звука ра было три звука ра в альбии есть ретрофлексные которые вот такими сочетаниями позначаются орфографии традиционные для австралийских аброгенов то есть вот да на вот такие как в санскрите и есть гроба полотальных довольно развитых то есть тя дня для вот такие вот но в то же время гласные там простые а и у хотя она говорит что позиционно вот эти а и у довольно сильные дают всякие оттенки и различаются но фонемы принципиально 3 а его гласные вот она дает примеры слов сочетаниями согласных ну и заодно можно посмотреть как язык выглядит да в основном открытые слога слоги открытые много сонорных вот типичный такой язык австралийский вот так он звучит обычно анда чарли прятаться допустим вук барги это значит варить что-то бумаги это старик язык аглютинативный с большим количеством показателей вот структура принципиально и номинального слова то есть имени до принципиально структура имени значит корень у нас потом может быть какой-то суффикс который уточняет значение корня потом может быть суффикс которая обозначает этот объект кем-то обладается ли он может быть никем не обладается и так далее потом число потом рот рот есть в этом языке обозначается народ скорее класс надо тут сказать а не рот и падеж то есть это глютинативный язык который нанизывает показатели вот по поводу рода почему класс потому что ну да среди одушевленных различается первый класс мужской второй класс женский однако среди неодушевленных у них различаются овощи и все остальное то есть языке значит четыре класса мужчина и женщина овощи и все остальное ну то есть четвертый класс иногда как средний рот описывает но этот явно таскать чересчур видимо тут все-таки надо кучить 4 класс ну в общем-то рашель так и говорит вот эти классы имеют показатели в виде суффиксов значит abs это показатель в именительном падеже или в винительном а n abs это во всех других падежах то есть еще отличается показатель допустим если он в именительном падеже или если он в другом каком-то падеже есть дуальное число с помощью показателя а вот показатели множество числа не отличаются по классам то есть класс там важная категория слова изменить не в том числе значит много падежей вот большая ее табличка падежей с кучей-кучей показателей здесь мы видим обычные наши падежи дательный эрго тиф у них есть акузатив именительный но также немного локативных падежей латиф оплатив локатив комитатив перлатиф генитив проприятиф приватиф можно все это на еще тут какие-то дополнительные дает пояснение тоже увеличивает количество показателей но в общем можно по разбираться кому надо в этой табличке суть в том что падежи люди нативные ну конечно показательно не походят свои там какие-то не такие как других каких-то языках принципиально есть даже вот развлечение времен в вспомогательных глаголов допустим гласная обозначает обычно что это время прошедшее а уж что будущее то есть три плана времени они понимают вот хотя бы судя по этим показателям да в то же время конкретное время обычно иметь какой-то конкретный суффикс этот как бы вот так вот вообще общая классификация а реально там много времен у каждого свой суффикс вот примерно как выглядит фраза да и вот она объясняет тут нанизывание показателя допустим от есть корень потом идет показатель времени потом они потом показатель объекта глагола потом времени если есть у него объект вот он проставляется тоже в глаголе как это часто в таких языках его паски астралийские вот примеры изменения глаголов тоже есть много классов изменения глаголов корень корень обычно обозначает что если он отдельно корень употребляет что это время не будущее потом есть отдельно в суффикс будущего времени инфинитива там и так далее это порпу это специальная функция там в предложении придаточном специальную форму стоит вот но это в общем скетч как бы моя задача просто так основа показать поэтому кто хочет тут единственный текст которая вам по и можно найти это вот эту грамматику найти и прочитать больше ничего про это вам по и вообще нет ну вот пример текста можно в тексте поговорятся она проставила тут все формы хорошель можно поизучать как вообще у них устроено предложение какие формы выражаются что тут почему и как ну типичный язык суффиксами да все формы идут после корня про префиксы я там не читал не нашел может быть есть то что что я там выловил это все были одни суффикс